у меня вон где она клюнула красиво и тут же щука разворачивается атакует второй раз и видно как блесна заходит ей в пасть ну ничего мы по крайней мере на плаву пять с половиной 6 километров в час через час будем поселке вытащим подушку перегрузим а может не перегрузим может пойдем вторую лодку давай 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 греби давай ты сможешь жду когда она устанет и как вам рыба собственно поймана привет народ всем доброе утро начинается новый день мы проснулись хотя я бы еще конечно покеморил денек-другой обстоятельства дела требует срочного вмешательства о ну и рожу вас шарапов вам бы умыться но сейчас позавтракаем будем вешать мотор нас встречают сонные собаки они всю ночь не следить в авто охраняли гаражи сосна покой лодок моторов и так народ вот вторая лодка как успехи ну чё как успехи прекрасно прекрасно как обычно лишние запчасти остаются дайте отправлял в ремонт они это они подсоединяли там испытывали двигать и эти провода оставили здесь я смотрю провода ну все прикручены и мы эти концы туда продвинуть и не можем разобраться ничего не было не федор еще до сих пор больше ладно главное чтоб пациент у нас так а тем временем серега что-то делаешь это для вертолета топлива ребят подушка не пошла поэтому будет работать вертолет по всей видимости а для этого нужно горючка вот так выглядит крейсер наш пока пока все непонятно но все преображается на глазах небольшой экскурс по бывшему гаражу где хранилась обслуживалась техника которая строила плотину михаил хотел сказать что этот гараж обслуживал технику которая строила курейскую гидроэлектростанцию она была поставлена на реке курейка правом притоке реки енисей находится недалеко от поселка светлогорск в турханском районе она является второй заполярной гидроэлектростанции на севере красноярского края гэс предназначен для энергоснабжения норильского горно-металлургического комбината а также дудинского и гарского промышленных районов 4 июня 1975 года на берег курейки высадилась первая группа гидростроителей составе 19 человек в апреле 80 года на основных сооружениях был произведен первый массовый взрыв скалы на подходе к строительному тоннелю в июле 85 года было произведено перекрытие реки курейки первый агрегат курейской газ был поставлен под промышленную нагрузку в декабре 87 года когда-то в поселке проживало 11 тысяч человек но как и на всех стройках века после сдачи объекта такое количество людей перестало быть нужным люди уехали на другие стройки по стране и только умирающий остов когда-то огромного поселка напоминает а когда-то бурливший здесь жизнь на данный момент поселке находится около тысячи жителей и к сожалению все кто может оттуда пытаются уехать чтобы не повторяться кому интересно приглашаем посмотреть наши майские приключения на путорана чтобы вы знали о поселке светлогорск акурийской гэс и вообще что же такое плато у тарана а какие там были пойманы щуки так все вроде ладится все вроде нормально кроме погоды поднимается ветер на накрапывает дождик небольшой можем попасть на волну но это нас не остановится равно мы пойдем полоса неудач нас не покидает теперь приходится ремонтировать рулевое управление нашлась неисправность и слава богу ее можно устранить вот ребят будем кормить воробьев сейчас смотрите видите нормальный гаражный воробей пришел взял свое отошел в сторону доброе утро народ ну что все проснулись бодро и весело и начинаем праздновать мой день рождения да да я пойду открывать подарок мне жена собой вручила вот такой подарок что что там я не знаю сказала тебе пригодится елой палыч точно пригодится туалетная бумага нет это термобелье лоль самое модное которое есть елой палы я вот такое же носил лет шесть до сих пор до тебя еще отец 12 лет носил все как новая да все жена большое спасибо по делу точно пригодится вот это ребята я привез скользкого юра подарил мне такую футболку вот юра футболка побывала на путара на теперь все клевый подарок я надеюсь еще путара нам не подарит вот такого харюс руку и лишь плечи аккуратно ребят мне тут еще письмо короче вот сейчас буду читать но это уже без вас я узнал ребят вот с этим крючком местные ходят на рыбалку не не сказали что на эту на уклейку насаживают сюда червяка 1 сюда червяка 1 на 3 батона хлеба его с одной стороны уклейка побольше другой поменьше вот вот на эти две уклейки всю зиму и живут так ребят ремонтировали на рулевое управление почти что сейчас будем проверять работает не работает бобина рулится не рулится ни много ни мало судьба экспедиции зависит от этого пусковые устройства revolter это надежный запуск в любой ситуации проверено нами это работает не забывайте зима близко ссылка в описании скидка по промокоду герасим шер контролька пошла отлично ожидая вторую часть путешественников задержавшихся из-за капризов техники мы отправились на рыбалку разведать где есть какая рыба посмотреть насколько упал уровень воды и достаточно ли она чиста для ловли хищника на базе был у нас порядок и мы уже были готовы к приему третьей группы нашего путешествия да да 3 она прилетит на самолете в светлогорск откуда ее доставят на базу вертолетами мы направились к рекам в изобилии впадающим в реку курейку где-то из-за высокого уровня не было места для посадки где-то была очень мутная вода и уже отчаявшись мы решили половить хариусы и окуня для разнообразия вода только пошла на убыль а водохранилище только открылась ото льда природа резко по-северному просыпалась лето очень коротко и надо успеть родиться дать потомство и умереть буйство красок впечатляло в воздухе сновали миллионы тонн летающих тваринок каждая из них хотела жрать почему-то именно нас на вершинах сопок до сих пор лежал снег сотни ручьев лизали каждую и прорывали глубокие морщины как на лице старца соединялись становясь все сильнее превращаясь в малые реки не испадая водопадами образуя каскады ступеней мы еще посетим крупные водопады плато путарана и поверьте это незабываемое зрелище а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор. Якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Ребята, смотри, какой красавчик. Окунь здесь ловится просто совершенно. Вот так вот. Хоп. Кидаем ему. Вот все. Нет. Есть. Есть, ребят. Не знаю, что это я поймал. Щука. Щука, наверное, нет. Окунь. Окунь. Окунь подбагрился. Вот такие вот. Оу. Вот такие вот горбыльки здесь ловятся. Была поклевка, что ли? Комары, зараза. О, вот поклевка, ребят, была. Оп. Есть. А кто же это был у меня? Хорюзок был. Ага, вот тут вот, прямо в этой струе бьет. Щука. Щука здоровенная. Оп. Ха-ха. Ну, только больная вся обкусанная. Здоровая щука такая. Ух ты. Вот она. Хе-хе-хе. Щука эта. Хулиганка. Так, ребят, будем хорюзка ловить. Нету тайменя, не хочет ловиться. Ух, ребят, какая вода здесь кутная. Фу. Хорошо. Хорошо. Ну, хочется чуть-чуть еще. Магазин Кедр. Здравствуйте. Ну, ребят, местные цены удивляют. Ну что, мы долго совещались и решили взять пару Ролтунов. Ребят, я не обманывал. Правда, мы взяли вот дорогу себе перекусить. До шараки. Смотри, дай. Хорошо, хорошо. Ну, хочется чуть-чуть еще. Что ж, с рыбалкой сегодня не получилось. И мы решили лететь в поселок Светлогорск. Узнать, почему такая задержка и не нужна ли наша помощь. Играет. Продолжение следует. Продолжение следует. Играет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok ужин блин комаров сколько сегодня ужас о блин опять дочь переживу эту сторону стоит сколько комаров рядом с грилем летают ну чё чистит это чистилками такую ноку не попробуйте 1 почистить как все его вертаю в зад ну как тебе сказать как старый дед затянуло то все хорошо ну для готового надо будет видишь смотри вообще не пригорает у реку к этому привет народ посмотрите на мишаню да мы на курейке находимся река курейка он плата по тарану вот там вот уже ну и жарим первую пробную партию щук вкусных о какой запах у нас теперь на путора на 1 у гриль появился ну а куда без него никуда и никак а там 700 модель на большую компанию с большой площадью так что обкатываем его надо чтобы рыба сухая была на гриль падает когда да нифига у меня сегодня будет этот ассорти гриль ассорти да так ребятки ну вот путоранская щука только недавно хвостиком виляла а я выложил вот таких вот вкусных окушков мы наловили попробуем и самые последние будут я уже руку набью на этом гриле самые крайние у нас будут хорюза вот три таких красивых хорюзочка сейчас мы их еще за половинем на коврике ребят вообще ничего не пригорает блин какая вкусная рыба это просто щука ну вот окушки у нас готовились уже хотите вкусно готовить на природе дома в городском парке вам нужен мобильный газовый гриль о грилл с ним вы станете точкой притяжения в любом месте проверено нами и временем скидка для подписчиков по коду герасим шар ссылка в описании ну вот и готовы наши рыбы пойду отнесу сейчас будем садиться за стол сбегаю в баньку быстро открывайте дверь ну а дальше был стол дружеская беседа и разговоры до утра с днем рождения меня спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось если не трудно поставь палец вверх подпишись на канал расскажи что ты думаешь об этой серии в комментариях эти несложные действия помогут нам стать еще лучше конечно же оставайся с нами и смотри наши новые видео всего хорошего искренне ваш герасим шар